Я хочу начать с анекдота, ну или с анекдотического случая, хотя, может быть, он менее анекдотический, чем кажется. По крайней мере, все мы побаиваемся, что это может стать реальностью. В этом году многие участники сообщества учителей разных естественных наук с тревогой перепощивали, изучали PDF первого креационистского учебника биологии. Учебник общей биологии, вот эта таблошка, которая ниже уже поступила в продажу, его можно купить на специальном сайте, он стоит 155 рублей. К счастью, на нем пока нет визы Министерства образования. Но всех напугало, что там есть отзывы академиков, отзывы реально действующих биологов из Московского университета. Ну, оказалось постепенно, что это скорее анекдот, и выяснилось, что отзывы поддельные, и все еще не так плохо. Хотя мы, в общем, к этому готовы. Мы понимаем, что рано или поздно мы с этим столкнемся, и с этим сталкиваются наши коллеги в мире. Это не только российская угроза, креационистский учебник, который обсуждает такие псевдонаучные доводы, сопротивляющиеся теории эволюции. Но мне показалось в дискуссии вокруг этого учебника, мне бросилась в глаза одна фраза, которая совершенно перпендикулярна самой проблеме наступления креационизма. Один очень опытный школьный учитель, с большим советским еще, видим, опытом, в одной онлайн-дискуссии сказал, «Слушайте, ну это наименьшая проблема этого учебника. Эти креационистские цитаты выглядят как вставные челюсти, они действительно видны, написаны поверх какого-то очень обычного школьного учебника. И критический ум, неважно ученика или учителя, очень легко будет их выфильтровывать, как мы выфильтровывали марксизм, ленинизм. Для нас это не было проблемой, жили и будем жить с такой ерундой». А проблема, говорит этот учитель, в том, что все школьные учебники невероятно отсталые и просто очень несовременные. В них во многих областях биологии выпадают целые куски или какая-то информация устарела на 20, 30, 50 лет. Как быть с этим, говорит этот учитель. И я решил, что где это обсуждать, как не на встречах учителей между собой. Мне кажется, мы с вами коллеги, это ровно та площадка, на которой мы с вами можем вместе обсуждать, чего нам не хватает, что можно изменить, что можно модернизировать в современной программе биологии. Вообще-то говоря, мы не в самом худшем положении, учителям физики может быть еще тяжелее. Я недавно видел такой чудесный ролик, обращенный к Обаме. На популярном канале ютубовском называется One Minute Physics, физика за одну минуту. Очень интересный канал, где здорово объясняется физика. И автор очень наглядно говорит о том, что в большинстве стран, в большинстве курсов школьная физика останавливается на Максвилле на 865 году с какими-то вылазками в теорию относительности. Но этим людям жить, вероятно, во времена квантовых компьютеров, и как объяснять им квантовую механику в школе, совершенно непонятно. Нам в этом смысле немного проще. Биология все-таки не настолько сложная вещь. Мне кажется, многое мы можем модернизировать. Я думаю, перед нами стоят две задачи. Одна — это действительно ликвидировать отставание в 20, 30, 50 лет в каких-то местах учебника. Но каждый год переписывать учебник не станешь. А биология действительно живая наука, я поэтому решил так игриво назвать мое выступление. Она развивается. Как и живые организмы. Каждый год ты не будешь переписывать учебники. Кроме того, это может быть и не нужно. Но в конце концов, действительно, РНК не три вида, а четыре. Сейчас мы думаем, может быть, пять, может быть, больше. Но как отделить действительно технические новости, которые приходят каждую неделю, я это знаю как научный журналист, от тех, которые действительно важны для будущих выпускников? Ну, я предложу такое временное рабочее определение, что для нас по-настоящему важны те вещи, которые формируют мировоззрение. Те вещи, которые касаются каких-то фундаментальных вопросов того, как работает мое тело, как устроен мир, как устроены вещи, с которыми нам надо жить, и по отношению к которым многим из нас надо, нам всем надо принимать какие-то новые решения в связи с новым знанием. И таких вещей в биологии полно. Я возьму только одну область в качестве примера и поговорю про нее. Я забыл еще одно такое более общее положение. Чтобы мы не рассказали им нового, появится следующее новое уже через несколько лет. Поэтому то, чему я стремлюсь больше всего на своих уроках, это учить их критическому, скептическому отношению к информации. Некоторым техническим вещам, есть вещь, которую мы не можем обойти в школе, мы должны научить их отличать то, что называется рецензируемые статьи от не рецензируемых. Обычный пользователь, обычный обыватель должен знать, что любой научный факт, он должен уметь при помощи интернета, при помощи гугла и яндекса, проследить до первичной публикации, которая была отрецензирована, прошла от суд коллег, которая была выпущена в рецензированных международных журналах. Мы должны научить их критически формировать свою точку зрения, способность отсечь некомпетентные источники. И вместе с тем готовность жить в мире с разными точками зрения. Так бывает тоже. Не обязательно одна точка зрения компетентная. Это то, с чем современный человек должен комфортно жить. Это ровно противоположное тому, той парадигме, в рамках которой формировалось образование 20 века. Все-таки мы старались научить какой-то одной истине. Не всегда это просто, не всегда это так. Так вот, я хотел взять одну конкретную область биологии, и в основном это касается девятого класса, но на этом примере показать, как это непросто. И как почти любая новая информация, любое новое знание ставит и меня, как учителя, и класс перед лицом проблемой, которая не обязательно имеет однозначное решение. И по-моему, это хорошо. Это то, с чем надо жить. Я ставлю в стороне новости антропогенеза и чудесные находки австралопитеков последних 40-20 лет, которые очень многое изменили в этой области. Очень много интересного произошло в области происхождения жизни, и есть гораздо более интересные вещи, чем просто каоцерваты, которые есть в школьном учебнике. Вообще очень много из биохимии, из вирусологии, из геномики. Там вообще ничего нет сейчас пока про анализы полных геномов. И даже из-за науков о мозге, о том, как функционирует мозг, все осталось на уровне Павловской сессии 1950 года, которая оставила след в учебнике в виде нескольких параграфов. И эту любимую поговорку, простите, здесь все коллеги, я могу себе позволить, как тогда начали шутить, это началось, по-моему, с учителей, что все болезни от нервов и только сифилис от удовольствия. Это была идея Павловской медицины и такой вскоре после Лысенковщины переворот в физиологии, который до сих пор имеет глубокий след в школьном учебнике, если внимательно посмотреть. Даже в анатомии и физиологии человека. Две недели назад Nature вышла статья, из которой мы понимаем, что плечевой сустав работает совсем не так, как мы думали. Но вот я возьму одну любимую область, которая, мне кажется, такой любимый мой пример. Это то, что в Суме сегодня называется биологией развития, а в старину называлась эмприологией науки развития живых систем. И начну вот с чего. Все, кто сидит сегодня в этом зале, появились из одной клетки. Для небиологов я скажу, что она называется зигота. Клетки могут делиться, их может делаться больше. Больше. Но при помощи деления получаются две одинаковые клетки. И если бы дело было только в этом, то сейчас на каждом стуле сидело бы 50 или 60 килограммов одинаковых клеток. Но это не так. Клетки дифференцируются, и в итоге получается организм, в котором есть особые клетки, которые могут продолжать делиться и слияние с другими клетками снова давать одну клетку. И эта линия, сейчас я нарисую ее другим цветом, по-английски называется линией спор, споровой линией. Вот она. И она непрерывно, она уходит бесконечно в прошлое, бесконечно в будущее, насколько существует жизнь. И это линия вечно молодых клеток, у которых, в отличие от этих наросших с 70 килограммов, вечное время. Эти килограммы могут быть старыми, а эти клетки остаются молодыми. И в результате из них получается новая клетка. Но каждый раз, в каждом поколении, на этой линии нарастает новые 60 или 70 килограммов человека, или жирафа, или кактуса, в зависимости от тех генов, которые прописаны в ядре этих клеток. И людей всегда очень интересовало, что происходит с этими клетками по мере удаления от споровой линии, от этой линии спор. Когда мы от нее удаляемся, и действительно начинает прорастать вот этот условный человек или кактус, что происходит с ними. И еще в XIX веке пробовали... Было подозрение, что все дело в том, что в этих клетках есть ядра, и в них есть некие наследственные задатки, как их тогда называли. И пробовали взять ядро... Эти клетки, которые далеко от споровой линии, называются сомантическими, я скажу для небиологов. И пробовали взять ядра сомантических клеток и пересадить их, вот отсюда взять клетку, откуда-нибудь отсюда, или из выстилки кишечника, взять ее ядро и пересадить в яйцеклетку вместо этого ядра, его выкинуть, посмотреть, что будет. Но у них были очень грубые инструменты. И успех наступил в 1961 году, когда человек по имени Джон Гордон, впоследствии ему удали за это рыцарское звание, сэр Джон Гордон, тогда аспирант смог пересадить успешно ядро из выстилки кишечника лягушки в яйцеклетку лягушки. Из нее вывелись головастики. Поскольку ядро он брал у другой лягушки, и она была мутантной, головастики были мутантные, он смог доказать, что он смог вырастить именно... Или как теперь, как скоро после этого начали говорить, он смог клонировать именно тех лягушек. И я остановлюсь на его биографии. Она интересна для нас с вами, как для учителей. Его выгнали из школы. Я говорил с ним эту осенью. Он получил Нобелевскую премию 2012 года, 50 лет спустя, после его экспериментов. Он учился в Итоне в частной школе. И он мне рассказывал, как их тогда учили. У них не было учебников. А человек просто стоял перед ними и говорил очень монотонно. А через неделю надо было сдать тест из 50 вопросов про то, про что он говорил. Ему это не удавалось. Его оставили сначала на второй год, и потом хотели выгнать из этого, естественно, научного класса и перевести на греческое отделение. Это было бы не вообще конец. И как во всех хороших, по-настоящему историях, в этой истории на передний план выходит мама. Она была учительницей физкультуры. Она поняла, что на самом деле он действительно любит выращивать гусеницы, ее мальчик, но просто он не любит зубрежку. И она невероятными усилиями удержала его в Итоне, потом с невероятными частными репетиторами пропихнула его в Оксфорд. Его взяли туда под честное слово, тогда еще так можно было. С огромным трудом учился в Оксфорде, потому что там тоже в основном надо было выучивать наизусть название костей всех динозавров. Всех костей всех динозавров. Это было совершенно бессистемное знание. Но он попал в экспериментальную лабораторию, где занимались экспериментальной биологией. Ему повезло, и ему повезло с ментором. И вот он делал эти революционные классические эксперименты. Это опровергало догму, потому что перед этим в 50-е годы стало окончательной догмой, что это невозможно. И считали, что вероятно... Собственно, что здесь важно в этой истории? Считали, что вероятно, клетки, которые дифференцировались, каким-то образом утрачивают эти наследственные задатки. Клетки, которые находятся в выстилке кишечника, или в глазу, или в мозге. Если в них работает только часть этих наследственных задатков, только часть генов, которая нужна только для работы глаза, или только для работы мозга, остальные, возможно, утрачиваются, значит, они уже негодны ни на что, эти клетки. Но Гердон доказал, что это не так. Что, когда мы пересаживаем ядро в эту среду, в эту цитоплазму, что-то происходит, срабатывают какие-то переключатели, и у этого ядра обнуляется счетчик времени, он забывает о том, что это ядро из выстилки кишечника. И развиваются полноценные головастики, которые дают плодовитое потомство. И этот эксперимент стал классическим. Примерно в те годы журналисты спросили, он даже попал в газеты, журналисты спросили, «Как вы думаете, когда сделают таких млекопитающих, когда клонируют млекопитающих?» Ну, конечно, с прицелом на сенсацию, на идею того, что смогут клонировать человеком. И он сказал, «Я думаю, лет через 40, и не ошибся, только в середине 90-х смогли клонировать мышей и овец. И увидели, что они рождаются старыми. Они рождаются старыми и больными. Потому что простая пересадка, вот такая ядра, которая срабатывает хорошо у амфибии и плохо работает у млекопитающих. Такое простое клонирование не работает». И здесь на стену выходит второй Нобелевский лауреат этого года, который родился в 62-м году, когда Гёрден сделал свой опыт. Это Синья Яманака, хирург, врач, который в детстве получил 11 переломов, занимаясь регби. Человек вот такого упорства. И бегает марафоны. Его достижения связаны именно с невероятным упорством, поставив тысячи экспериментов, но руками аспирантов, видимо. Он делал другую вещь. Поняв, что клонирование не работает, с одной стороны. И с другой стороны, что клонирование вызывает огромные этические проблемы. И в США, например, в последние 15 лет финансирование всяких вот этих эмбриональных стволовых клеток, когда мы затеваем эмбрион, и вот на этой стадии хотим что-нибудь из него делать, вырастить из него печень. Вот на такие эксперименты запрещено давать федеральные деньги. Было долгое время. Для Обамы это была важной частью предвыборной программы, разрешить эксперименты на этих тысячах эмбрионов, которые пропадают совершенно зря, и которые выбрасываются все время во всех клиниках фертильности. Но при этом, конечно, это этическая проблема для многих людей, потому что вообще-то это потенциальные люди, эти эмбрионы. И Обама разрешила их сдавать на это деньги, но суды заморозили, выдачу реальных денег, так что это большая проблема. И Ямонако стал думать, что, во-первых, они рождаются старыми, во-вторых, ничего в них хорошего нет, и в-третьих, денег на них не дают. Можем ли мы найти, что конкретно не так в этих генах, можем ли мы какие-то найти выключатели, которые позволят нам просто взять соматическую клетку вне споровой линии, вне линии спор, из кишечника, из кожи. И как-то ее перепрограммировать, чтобы она сама стала вот этой вечно молодой, обойтись без яйцеклеток и без неприятностей с католиками. И что он сделал? Они работали исходно с 30 генами, которые работают в зиготе, которые работают в пластомерах, в клетках после первых делений. И поставив гигантское количество опытов, они смогли отсеять из них и дойти до 4. И он выработал свой волшебный коктейль из 4 генов, которые надо включить. И в 2006 году он сделал это с мышами. Он взял клетки кожи мышей и превратил их в... Это очень важное слово. Вот оно-то, я думаю, точно должно появиться в школьных учебниках. IPSC. Индуцированные плюропатентные стволовые клетки. Простите. IPSC. Это просто такая сейчас гигантская область во всей биологии. Он нашел эти 4 гена и при помощи вирусных специальных выключателей научился их выключать. В 2008 году на щеке 36-летней женщины на коже был сделан разрез. Из нее были взяты клетки кожи. Они были превращены впервые в человеческие индуцированные плюропатентные стволовые клетки. И началась очень важная эра в биологии. С этими клетками можно делать что угодно. Ну, во-первых, из них сделали быстро для проверки, сделали настоящих мышей. Стало ясно, что из такой клетки индуцированной можно получить готовый организм. Во-вторых, из них стали растить органы. И из них удавилось вырастить, у мышей вырастить яичник, вырастить печень. Очень важно, что из них можно сделать любые клетки, какие нужны. Например, из них сделали сперматозоиды, яйцеклетки полноценные. Их смогли дифференцировать в эту сторону. Раньше у людей, которые исследовали болезни мозга, могла быть только биопсия умершего человека. Теперь можно взять у этого человека клетки кожи, дифференцировать их в нейроны и посмотреть, что не так с этими нейронами. И у людей в культуре сейчас появилось неограниченное количество, у тебя будет тысячи твоих чашек Петри, десятки тысяч чашек Петри с культурой нейронов человека с генетически предопределенным очень ранним Паркинсоном, например. И ты можешь делать что угодно с этими клетками. В этом году сейчас проходит первое в мире клиническое испытание, когда из этих клеток делают клетки сетчатки, борясь с самой распространенной причиной старческой слепоты, такой аутоиммунной, макулодистрофии, когда происходит дистрофия макулы на сетчатке, и им сейчас выращивают новую сетчатку, возможно, эти стерлики прозреют. Это, понимаете, решает аутоиммунные все проблемы, потому что это ваши собственные клетки. Синяя Ямонака часто настаивает на том, что он врач, он заботится о здоровье человека, и ему было важно оградить эмбрионов от посягательств. Он создал возможность не губить несчастных эмбрионов. Но на самом деле приключения эмбрионов в 21 веке на этом только начались, и этические проблемы, которые перед нами в этой связи стоят, только начались. И приведу несколько примеров, которые я обсуждаю со своими школьниками, и они сразу порождают очень бурные дискуссии в классе. И я стараюсь очень поддерживать все точки зрения, так, чтобы не получалось, что какая-то одна верная. Но возьмем вот один пример с эмбрионами. Я вернусь еще к синей Ямонаке и к этим плюрипотентным стволовым клеткам. Возьмем один пример с эмбрионами. Два наших замечательных соотечественника, Юрий Верлинский и Энвер Кулиев. Еще в 80-е годы в Чикаго они уехали в Америку. Они сбежали, по-моему, на каком-то конгрессе. Научились делать такую вещь. На стадии четырех бластомеров можно взять один, без ущерба для развития. И как угодно анализировать генетически. Значит, все генетические анализы, которые мы можем делать взрослым, мы можем сделать этому одному бластомеру. Мы можем узнать все про этого эмбриона. Когда мы затеваем ребенка в пробирке, это Нобелевская премия позапрошлого года, Боба Эдвардса, который породил уже 4,5 миллиона людей, которые ходят по земле, дети в пробирке, мы можем затеять, обычно мы затеваем много, 4, может быть, 6, не все они выживают, подсаживают только часть. Мы можем взять у каждого из них бластомеры и узнать все про них и выбрать, кого подсаживать. Например, узнать пол и подсаживать только эмбриона одного пола. И у этого всего есть очень глубокая медицинская оправданность, необходимость. Ну, простые примеры. Это смертельные генетические заболевания, сцепленные с полом, когда, например, у пары все мальчики или вообще не развиваются, или умирают скоро после родов, или умирают какой-то очень мучительной для всех смертью в 4 года. Такие пары хотят иметь способ выбрать пол заранее. Или другие какие-то виды тяжелых патологий, тяжелых заболеваний. Это дает этой паре выбор. Но мы с вами прекрасно понимаем, что это открывает дверь для евгеники. И здесь мы делаем некоторый экскурс в историю и обсуждаем историю евгеники в 20 веке. Это причина, по которой в Германии эти технологии запрещены, в Италии запрещены, во всех сильно католических странах запрещены. Это причина, почему в мире возникает генетический туризм, когда пары вынуждены ехать в какие-то страны для того, чтобы пройти эту диагностику. Он называется ПГД, предимплантационная генетическая диагностика. В России были очень либеральные правила до недавнего времени. Сейчас принят довольно строгий закон. Человек не может выбрать пол просто пожелания. Но эти законы легко обходятся. И реально просто с какие-то деньги это возможно. Поэтому в России есть поток таких генетических туристов. И Евгений, мир был этим напуган. Потому что когда генетики поняли, что такое наследственные задатки, поняли природу наследственности в начале XX века, когда мы получили уже довольно хорошо работающую хромосомную теорию, как ответ в обществе немедленно возникла идея улучшения генетической основы человечества, отбраковки людей, стерилизации людей. Ну и мы знаем, что кульминация этого произошла в Третьем Рейхе, принудительность стерилизации и убийства людей для улучшения человеческой расы. И вместе с тем понятно, что если есть технология, то очень сложно обществу наложить на нее какое-то ограничение, которое при этом не ущемляло бы ничьих прав. Ну вот в Израиле, например, очень либеральное законодательство, и человек должен убедить комиссию парламентскую Кнессета, что если он родит шестую девочку, то его выгонят из дома. И можно выбрать пол социально. Социальный выбор пола, не медицинский. Но выбор пола — это только маленькая вещь. Ясно, что мы сегодня про гены не очень много знаем. Когда мы прочитаем полный геном этого гластомера или какие-то определенные маркеры генетические, мы можем узнать, что у человека есть врожденная ненависть к брокколи. Ему кажется, брокколи очень горьким. Есть такой ген. Мы знаем ген, при котором человек путает запах роз и запах абрикосов. Но мы не можем предсказать рост пока что и цвет глаз. Но скоро сможем. И станет ли действительно мир в ситуации, когда все массово выбирают улучшенное потомство, а рожать обычных и естественных детей это станет выбором хиппи и людей, которые не хотят ничего такого инновационного. станут ли люди рожать с Кенов и Барби, идеальных людей. Понятно, что я сейчас немножко утрирую, но это на пороге. Вопрос того, насколько мы хорошо научимся читать гены. Есть такой пример. Например, есть генетические предопределенные слабо... тугоухость. И есть этот ген. И в Израиле, где этот ген очень распространен, люди делали тесты и не выбирают таких детей. А слабослышащие и глухие это очень важная субкультура. Это такое очень мощное сообщество. Они протестуют. Они говорят, что вы нас истребляете. У них их идентичность устроена так, что они чувствуют себя практически единым народом. И приобретая каждое поколение новых участников, так сказать. Это совершенно реальный протест. Если этот пример кажется вам немножко экзотическим, то возьму другой. А как насчет носителей? Носителей рецессивных генов. Например, мы сейчас еще дойдем до этого. Например, есть эта мутация, которая сейчас нашумела очень по всех газетах. А я обсуждал ее с учениками уже довольно давно. BRCA. Это ген, определяющий с очень высокой надежностью ранней и с очень плохим прогнозом риск рака груди и яичников. И многие женщины, как вы слышали из этой истории с Анжелиной Джоли, но это задолго до нее возникло, это последние 8 лет. Многие женщины встают перед выбором. Есть их мать, бабка, тетка, умерли от рака груди, раны. У них маленькие дети. У них есть этот ген, но еще нет рака. Сейчас консенсус начал немножко колебаться, но долгое время считалось, что лучшей опцией для нее является очень ранняя мастектомия. Хорошо, а как быть с носителями? Люди, если родителям предоставлять выбор, они все при таком тесте стараются выбраковывать носителей. То есть таких же, как они сами. Обычных, полноценных людей. Это Евгеника или нет? Это сложный вопрос, нет ответа. А как быть, если они их забракуют, подсадят других эмбрионов, и те не выживут? Сколько людей мы убили таким выбором? А этот бы выжил. Это сложный вопрос, я не говорю, что есть простой ответ. А как быть с заболеваниями, у которых очень позднее, генетическими заболеваниями, у которых очень позднее начало, как в хантингтон? Или, кстати, как этот ген, там высокие риски начинаются после 40. Мы сегодня не даем права на жизнь ребенку, который через 40 лет, может быть, столкнется с некоторой проблемой, который к тому времени, скорее всего, будет иметь совсем другие медицинские решения. И я еще вернусь к этой проблеме чуть позже. Если мы продолжим путь эмбриона, и мы начали его со стволовых клеток, и его такие сложные, его жизнь эмбриона на стадии 4 клеток, сложную жизнь в 21 веке, в смысле, в этическом смысле, эмбрионов не оставят в покое и дальше. Проблема, которая вызывает острейшие дискуссии в классе у меня, и на которой, опять-таки, у меня точно нет мнения, нет усуждения, но это проблема, с которой точно им надо жить и как-то определяться, это проблема designer babies, детей, которые сделали, как это по-русски сказать, ребенок на запчасти. Но только вот в каком смысле, в очень хорошем смысле. В мире живет тысяча детей, которых при помощи этого теста выбрали против других эмбрионов, выбрали его, а не его. Подсадили, мать его родила ради того, чтобы он стал донором костного мозга, потому что его костный мозг идеально подходит его старшему сиблингу, который иначе умрет, и которому не могут в мире найти донора. Я повторю еще раз этическую проблему. Есть ребенок, он скоро умрет от рака костного мозга. Таким способом можно быстро найти ему донора из ваших 8-16 эмбрионов, найти идеального донора, родить его. Это будет ваш второй ребенок, вы будете его любить так же, как первого. Может быть, вы и так хотели родить? Дальше начинается. Дети говорят, ну как же так, как можно родить ребенка специально, чтобы он стал донором? Очень понятно, да, это действительно довольно жутко звучит. А вдруг они и так хотели родить второго ребенка, говорит вот другой. Ну просто они выбрали такого, который подойдет и спасет. Ну как так, он же не обязан никого спасать. Ну хорошо, но это же просто укол, диапсия костного мозга. Это под анестезией проходит, это не очень, не болезненно. Ну да, но как он будет жить с этим знанием в семье? Непонятно, это сложный вопрос. Один из сложных вопросов. Но это то, про что мы должны знать, мне кажется. Наконец, вопрос про клонирование человека. Во-первых, клонирование человека, видимо, произошло вот сейчас, этой весной. Были первые сообщения из Кореи в 2003 году, потом оказалось, что этот ученый подделал свои результаты, и всех надул, и он посидел в тюрьме уже даже немножко за это, чтобы потратил государственные деньги. Но другой, наш замечательный соотечественник, Шухрат Медалипов, совершенно выдающийся биолог, который известен массой достижений. Два года назад я брал у него интервью, когда он сделал первых химер из макаков. Химеры из мышей — это рутинный инструмент для всех генетиков. Когда вы берете эмбрионов нескольких мышей, перемешиваете их, у вас получается мышь, сделанная из шести мышей, у него мозаично разные клетки. Это очень полезная вещь для всяких экспериментов. А эспериматов не получалось. Вот он с каким-то тоже фантастическим упорством, просто взяв числом опытов, он сделал макак из шести макак. Но вот сейчас у него вышла статья, с которой, правда, немедленно возникли проблемы, видимо, технически. Там одна оказалась нехорошая картинка, которая была взята из другого эксперимента, и к ней претензии. Главное, что там ее статью опубликовали через три дня после подачи в СЭЛ. Обычно это занимает полгода. Это, конечно, неприличная довольно история. Но судя по, он божится и клянется, что там все честно, и, видимо, действительно честно. Ему, кстати, пришлось использовать частные деньги. Он живет и работает в Орегоне, он не может тратить федеральные деньги на эти и другие еще более фантастические эксперименты. Но у него есть деньги частного института, не такие большие, но достаточные для того, чтобы клонировать человека. Окей, клонировали человека. Это нарушение всех законов вообще во всем мире. Это всех страшно пугает. А вот я уже сказал, что из этих клеток можно сделать мышей. Если мы возьмем клетки кожи, перепрограммируем их до этого состояния, из них можно сделать полноценную живую мышь. Это можно. А взять из клетки кожи ядро и посадить в яйцеклетку, из нее сделать эмбрион, нельзя. Это нас очень пугает. Но ясно же, что разница техническая. Нет, не техническая. Это настоящий эмбрион, как бы есть эта яйцеклетка. Он порожден практически как настоящий человек. Для нас это человек. Хорошо, когда вообще для вас начинается человек? Очень сложный вопрос. Ну хорошо, для нас начинается человек тогда, когда он мог бы выжить. Это сколько граммов? Это 900 граммов или это 500 граммов? Теперь уже 500 граммов. А завтра будет 200 граммов. А этих подсаживают теперь все позже и позже, наоборот. Уже доращивают, да, все больше статей. Этот зазор смыкается. Где начинается человек? Мы не знаем. Каждый должен, получается, решать это для себя. Как мы относимся к евгенике? Получается, что каждый должен решать это для себя. Врачи и пациенты вырабатывают вместе какую-то этику. И это не предмет публичного разговора, что очень неправильно. У общества нет разговора на эти темы. Давайте начнем их хотя бы в классе, хотя бы между собой. В компании друзей. Так мне кажется. Органы на запчасти. Хорошо, значит, мы перепрограммируем это назад. Из этого мог бы возникнуть человек. Но нет, я выращу из этого себе почку. Когда у меня кончатся нефроны в моей почке от старости, у меня начнется почечная недостаточность. Но я мог бы вырастить из этого человека, из этой штуки. Это как? Это плохо? Это хорошо? Сложный вопрос. Трое родителей. Шухратный Талипов наладил донорство цитоплазмы. Это вот что. Это его работа прошлого года. И в Англии вроде бы уже это одобрили. В клетке, для небиологов, напомню, есть ядро. И в нем есть гены, которые определяют то, что отсюда вырастет кактус или человек. То, почему у кошки родятся именно котята, но не щенки. Но еще и то, почему все щенки разные между собой. Это два аспекта генетики. Наследственность и изменчивость. Но кроме того, в клетке есть такие небольшие энергетические станции клетки. Они называются метахондрии, биологи знают. И в них есть ДНК тоже. Мы называем ее ДНК Евы. Потому что сперматозоиде, только одна метахондрия, она не попадает при обладатворении в яйцеклетку. Все метахондрии наследуются от матери. И их ДНК наследуется от матери в неизменном виде. И в яйцеклетке их очень много, потому что ей надо начать быстрый старт, ей нужно очень много энергии, она будет быстро дробиться. И яйцеклетки одни из самых богатых метахондриями клеток в организме. Их может быть 500, может быть 1000. Из них какой-то процент может быть плохой с мутациями, которые плохо работают. Они все равно... При делении происходит такая вещь. Клетка делится, ядро делится очень таким сложным и хорошо отлаженным образом. А метахондрии случайным образом флуктуируют. Какие-то пойдут направо, какие-то налево из этих 500. Это случайность. И потом их число пополнится. Они постепенно в цитоплазме сами собой поделятся. И их число пополнится до нормального количества, чтобы клетки хорошо работали. При этом из деления в деление и из поколения в поколение будут кочевать какие-то метахондрии с плохими генами. Какие-то из них будут плохо работать. И этот процент может быть достаточно значительным, и клетки все равно будут хорошо работать. Но есть критический процент, при котором клетки начинают плохо работать. И может произойти одна из двух вещей. Если это происходит во взрослом организме или в растущем организме. И какая-то часть тела получит плохой процент плохих метахондрий. Может быть, будет не очень плохо, но может быть, начнется какое-то серьезное заболевание какого-то органа. Органная недостаточность. Но если линия клеток, где много плохих метахондрий, окажется близко вот к этой линии красной, то в череде поколений будут рождаться, точнее, потомство от этой женщины, будет все очень плохо развиваться. У них у всех будут все плохие метахондрии. И это очень тяжелые болезни. Эти дети плохо развивают. Они могут умереть в 4 года, могут в 8 лет. Это плохая история. Шухрат Металипов смог наладить донорство цитоплазмы. Можно взять яйцеклетку от одной женщины, сперматозоиды от мужчины, и цитоплазму от другой женщины. Трое родителей. Ядро он получит от матери, от той женщины, которая хочет выносить этого ребенка, и которая вообще это все затевает для себя. Но метахондрии будут от другой женщины. Трое родителей. Две мамы, один папа. И что это? Ну ничего, да, потому что на метахондрии в глаза не бросаются. Это просто такая форма донорства, такая форма поддержки. А что если мы научимся менять отдельно одну хромосому? А мы уже научились. И вроде бы рождаются уже нормальные млекопитающие, замененные одной хромосомой. Это такое прямое редактирование генома. Еще одна вещь, которая мне кажется интересна. Трое родителей, да. Если мы будем следовать дальше за судьбой нашего эмбриона, то и дальше его взаимодействие с сегодняшней школьной программой окажется довольно драматическим. Потому что дальше в школьной программе мы обсуждаем, как развивается организм, как развивается подросток. Мы ничего не говорим про старение. И это отдельная большая проблема. Это область биологии, которая довольно много известна, и она вообще отсутствует в школьной программе. Но если даже говорить о том, как формируется взрослая норма. Будучи биологами, мы все в какой-то момент обязательно рано или поздно рисуем гауссиану. Когда мы говорим про теорию эволюции, про работу Шмальгаузена, про популяционную генетику, мы говорим о том, что популяции сильны своей генетической разнокачественностью и разнообразием особей популяции. При этом изучение всей биологии развития, анатомии, физиологии оставляет у детей впечатление, что норма одна, и все остальное — патология. В задачах по генетике мы читаем, страдает дальтонизмом. Но никто не страдает от дальтонизма. С тех пор, как наши предки перешли на большую долю белковой пищи, большой процент охоты в их жизни, их интересы, в смысле зрения, стали ближе к интересам кошек и собак, у которых очень плохое задное зрение. А уж современные горожане точно не страдают от дальтонизма. Множественность нормы. Сердце слева, но нет. Сердце может быть смещено вправо, и это ни к чему не будет менять. У третьей людей незвращение овального окна одного из отверстий в эмбриональном сердце, которое нужно для того, чтобы эмбриону правильно работал кровотоком. Сексуальность. Остановлюсь на этом в двух словах. В послевоенное время у психологов возник большой интерес к сексуальности, и было много экспериментальных работ, много разных экспериментальных работ в разных университетах. Это революционная работа доктора Эблин Хукер. Сделала простую вещь. Она взяла из доступных ей 30 гомосексуалов и пыталась найти у них хоть какие-то черты психической патологии. Не нашла, потому что это были нормальные психические люди. В мире возникло целое направление этих исследований, которые каждый раз показывали одно и то же. У человека есть несколько вариантов сексуальности. И мировая наука этот вопрос для себя закрыла. Наша, видимо, только собирается перед собой поставить. Возьмем взрослого человека. Резембриона, миновав подростковый возраст, возьмем взрослый человек. Хочу сказать, сейчас уже в завершении, последнее, чем я хотел поговорить, про медицинскую генетику. Эти дети, которых мы сейчас учим, все будут жить с полными геномами. Я напомню, полный геном был впервые, первый полный геном человека, занял 15 лет, 6 миллиардов долларов, усилия десятков стран. И дальше технология стала изменяться и экспоненциально дешеветь. И сегодня полный геном — это 4 тысячи долларов и одна неделя работы. Эгзом, то есть только значимая последовательность, это 2 тысячи долларов, сейчас выньте, делает. Ясно, что завтра это будет 200. Эти люди будут жить с полным геномом на флешке. Как они будут жить? Как это повлияет на жизнь? Вот у меня был такой случай, я сейчас выделюсь довольно личной историей. Когда родился мой второй сын, ему брали кровь из пятки, и это делает всем детям, рождающимся в России и во всех развитых странах, генетический скрининг на несколько, обычно 5, смертельно опасных, но излечимых заболеваний, которых можно быстро спасти. Понятно обе причины. Смертельно опасные, потому что не смертельно опасные не имеет смысла делать всем, это очень дорого. Но те, от которых можно быстро спасти, вот в первые дни, в первые недели. Мы уже про это забыли, через 5 дней звонок, и мы должны срочно ехать прямо сейчас в реанимацию Тушинской больницы. У него нашли положительный анализ, положительный результат на смертельно опасное заболевание, от которого можно умереть в любой момент. Моя жена была в гипсе, она сломала ногу за 2 недели до родов, и я стащил инвалидную коляску, жену, ребенка, мы поехали в Тушинскую больницу. И мы прожили несколько очень тяжелых дней, потому что до полного секвенирования нужного гена прошло даже 2 недели, если быть точным. И мне это было очень непросто. Эти люди хорошо живут на замещающей терапии, они каждый день должны получать гормоны, таблетку, как у диабетики, только немножко лучше, у них лучшие прогнозы, это и мало влияет на их жизнь. И они должны носить браслет на случай, если они попадут в аварию, потому что им надо очень быстро сделать большой укол преднизолона, потому что у них недостаточно преднизолона. И это были очень плохие несколько дней, и я говорил с моей мамой, и мама замечательный врач. Она очень образованный, очень просвещенный человек, такой действительно выдающийся нефролог. И она сказала мне только, знаешь, что учти одну вещь, я тебе сейчас вот очень советую, никому об этом не говори, у него должна быть возможность в будущем это скрывать. Он должен жить среди людей, так чтобы никто не знал про то, что он у нас какой-то особенный. И это логика 20 века. Немного подумав, поговорив с друзьями, я понял, что здесь есть ошибка. Пока знание о генетике было ограниченным, пока мы знали единичные какие-то генетически детерминированные вещи, каждое такое знание оказывалось клеймом и чем-то очень страшным, исключающим человека. Ведь есть очень сильная программа на исключение чего-то особенного из размножения. Но совершенно ясно, что его поколение будет жить с полным знанием своей судьбы. Кто-то, значит, должен носить браслет от этого, а кто-то понимает, что у него высокий риск умереть от рака груди в 40 лет, а кто-то знает, что у него очень высокий риск инфаркта в 45 лет и так далее. То есть генетическое знание перестает быть клеймом, но делается предметом очень сложного выбора. Помимо всего прочего, оказалось, что диагноз был ложноположительным. При очень редких болезнях и при невысокой чувствительности теста очень высокий шанс получить ложноположительный результат. Но мы пережили довольно тяжелые дни, а для меня это было поводом подумать про эту идею генетического клейма. Эти люди будут жить с полным знанием своей судьбы. А хотят ли они знать свою судьбу? Это очень тяжело, очень страшно, если речь идет про генов вроде этого PRCA, о котором я говорил, или болезни Хэнсингтона, или болезни Паркинсона. Может быть, они не хотят, но я приведу пример, такой, который я сейчас уже вошел во многие учебники, американские, по крайней мере. Пример, где были нарушены все этические нормы, и болезнь была побеждена. Есть такой ген, вызывающий... Ребенок развивается до 4 лет нормально, и потом у него начинается полнейшая нейродегенерация. Он разучается ходить, говорить и дышать. И это занимает еще 4 года. Это очень мучительно для всей семьи, и для него он умирает. Этот ген распространен у ашкенадских евреев, у этих инбредных сообществ, где в среднем люди пятиюродные кузены. И в одной американской общине, хасидской, лидер этой общины, Равин, у них очень много детей, он и его жена у них были носителями. Это рецессивная мутация, обычная менделевская рецессивная мутация. Значит, четверть их детей рождались больными, и половина носителями. Будьте здоровы. И они сделали следующую вещь. Они в их ешиве, в их общении, поголовно, было нарушено 3 правила, поголовно подвергались тестированию на носительство все несовершеннолетние. Значит, первое, нельзя подвергать тестированию на носительство несовершеннолетнего, если речь не идет о чем-то, что ему угрожает, ему не угрожает. Это рецессивная мутация, это носительство. Почему нельзя их подвергать? Потому что есть второе правило. Если про кого-то не было сделан генетический анализ, запрещено скрывать от него результат. Но если запрещено скрывать от него результат, то вы лишаете его выбора не знать. Он имеет право не знать. Но только в 18 лет он может сознательно принять решение и не знать, носитель он или нет. Второе правило. Нельзя третировать несовершеннолетних. Нельзя скрывать от них результат. И третье. Нельзя передавать информацию третьим лицам. Но в этом был весь трюк. Вся эта информация втайне от тестируемых передавалась третьему лицу ключевому в этой истории, а именно свахе. Браки в этих общинах совершаются при помощи свах. И у свах были базы данных, которые показывали, кого с кем можно, а кого с кем нельзя сводить. И уже в следующем поколении в них перестали рождаться больные дети. Можно так делать или нельзя? В классе начинается бурная дискуссия. Я не знаю, можно или нельзя. Другой пример. Еще два примера, связанных с генетической диагностикой. К Верлинскому и Кулиеву обратилась пара, у которой был ребенок с синдромом Дауна. С просьбой, которая на первый взгляд кажется совершенно парадоксальной, но людям, у которых семья растет ребенок с синдромом Дауна, она совершенно понятна. Они хотели второго ребенка, но их просьба состояла в том, чтобы среди их эмбрионов был отобран эмбрион с синдромом Дауна. Потому что для обычной семьи гораздо проще жить с двумя детьми с синдромом Дауна, чем с разными детьми. Это просто в смысле расходов совершенно разные расходы, потому что это будут две разные школы, вы будете возить их в разные места, и у вас будет полностью устроено по-разному жизнь, и у этого младшего ребенка без синдрома Дауна будет совершенно своя особенная жизнь со старшим ребенком с синдромом Дауна и с кучей ограничений, что он может, что он не может этот ребенок без синдрома Дауна. Верлинский и Кулиев отказали, сказав, что мы врачи, и наша задача бороться с болезнью. Искоренять болезнь. Но это очень близко к Евгенике к идее того, что мы хотим искоренять. Потому что родители, сообщество родителей, которые живут с детьми с синдромом Дауна, говорили, что мы совершенно не хотим, чтобы вы нас искореняли и искореняли наших детей, а мы хотим просто еще одного такого ребенка. Понятно, что здесь возникают целые две аргументов за и против. Ясно, что в первую очередь главный вопрос, хорошо, мы можем тысячу раз с ними не соглашаться, отказываем ли мы в праве на это? Имеют они право выбрать или не имеют? Кто-то говорит, не имеет. Потому что вы... Для многих это звучит так, как будто вы хотите обычного ребенка искалечить и сделать ему еще одну лишнюю хромосому. Сделать его ребенком с синдромом Дауна. Потому что у нас есть некоторый воображаемый ребенок, который растет в животе у этой женщины. И сейчас мы сделаем его ребенком с синдромом Дауна. Так запрограммировано наше мышление. И это то, с чем надо считаться, это надо уважать. Хотя это очень трудно. Другой пример, еще более яркий. Женщина, девушка, 20 лет, осталась, умерла ее мать от рака груди, носитель мутации BRCA. И она обратилась к хирургам с просьбой удалить ей грудь. Но в 20 лет риск рака нулевой у этих носителей. Он начинается сильно после 30, и дальше начинает быстро расти. С каждым годом, добавляясь по 5-6%. Но она говорила, что она не может жить под домокловым мечом. Хирург ей, конечно, отказывает и говорит, что я врач, у меня есть медицинская необходимость. Это серьезная операция. У нее есть риски, вы можете умереть. Я пойду на риск, только если есть серьезный риск для вашей жизни. Так я не пойду на этот риск. Она подает в суд, говоря, что если бы я была трансгендером, мне достаточно было бы убедить комиссию и в том, что мое намерение сменить пол серьезно. Потому что трансгендер, которому отказывают править сменить пол, это смертельно опасное состояние. Человек может легко покончить с собой. Мне было бы достаточно убедить комиссию, говорит она. А почему? Значит, я не могу прийти, это мое тело, я могу делать с ним, что хочу. Очень сложный вопрос. Но это то, чем сегодняшние люди живут и то, чем жить нашим детям. Поэтому, по крайней мере, мне кажется, важно, чтобы они знали о том, как развивается эта наука. И поэтому я так сосредоточен на медицинской генетике. Наверное, это все, что я хотел рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы, или я подумал, может быть, у вас есть свои идеи, что не хватает в курсе биологии, может быть, из вашего опыта, что вы добавляете в школьной программе что-то самое важное для вас. Может быть, вы можете поделиться, может быть, можем это обсудить. У нас есть еще, кажется, 20 минут. Спасибо огромное за лекцию. Может быть, будет уместно, особенно здесь учительская элита. Мы знаем, что для решения демократической проблемы в нашей стране совсем недавно были открыты генетальные центры. Медики к этому подготовились достаточно серьезно, хотя вот участковые педиатры, они сегодня к этим детям, которые к ним уже домой приходят, они боятся даже подойти. Меня удивляет, что не подготовилось сообщество наше, учительское. Через три года эти дети придут в детский сад. Дети из пробирки, в смысле, да? Дети после эко? Передатальных центров, где вероятность снижения была... А, недоношенная, сильно недоношенная. Да, да, да. Она достаточно высокая. Я специально, регулярно задаю вопросы и сегодня на нашей секции задаю вопросы. Мы сегодня готовы к тому, что к нам в обычный пас сегодня это становится новым. То есть коллекционные школы сегодня закрываются, потому что мы стараемся интегрировать этих детей с ограниченными возможностями в обычную среду. Передатальные центры сегодня есть во всех крупных городах. Там сегодня есть законы, то есть раньше если это был эксперимент, то сегодня врач несет ответственность за то, что выходил или не выходил ребенка. Уголубная ответственность. То есть таких детей становится все больше и больше. Еще раз, через три года они приходят в детский сад, еще через четыре года они приходят к нам в первый класс. Мы с вами сегодня готовимся к приему этих детей. Да, страна решает географическую проблему. Это здорово, это хороший вариант. То есть я еще раз поддерживаю, что сегодня общее образование хотелось бы, чтобы выпускник школы получал определенный объем знаний по всем предметам. Не так, как биологический класс, вот он плотно изучает биологию. У него должен быть определенный уровень знаний современных, помогающих ориентироваться в мире по биологии. Неважно, становясь биологом, по физике. Мы не должны лишать детей вот наших, как мы говорим, специализированных технических классов, гуманитарного и художественного образования. Оно при этом страдает, и мы это видим. И вот это яркий пример того, что вот это вот действительно нужно пересматривать наполняемость этого общего образования, формы, динамическую обновляемость этого образования. И никому, как цвету учительства, в общем-то, задачу с этим и принять в этом активное участие. Спасибо. Спасибо, это очень хороший вопрос. Я прошу прощения, если на этой конференции меня было очень много, меня очень часто уснули, но я опять не перехала. Спасибо большое. Мне кажется, этот вопрос немножко отсылает нас к разговорам о множественности нормы, о том, что в 21 веке, особенно в очень защищенных условиях, мы готовы значительно расширить свои представления о норме. У меня был такой случай, я хочу поделиться скорее опытом, как родитель, может быть, отчасти, как учитель. Моя жена работает в центре лечебной педагогики. Есть такой центр, который начал работать в конце 80-х, и это не государственная организация, которая занимается поддержкой семей с детьми с нарушениями развития. Именно они в значительной степени повернули стрелку, и родители стали все меньше сдавать таких детей в интернаты, стали жить с ними в семьях и помогать им интегрироваться в общество. По всем нашим законам на самом деле все эти годы такого особого ребенка обязаны были брать в школу, обязаны были создавать ставку коррекционного специального педагога. Это не делалось. Но я очень дорожу тем, что у моих детей, они обычные двое детей, у них есть постоянная возможность общения с особыми детьми. Вот мы в пятницу уезжаем, это наше любимое время, в году, мы уезжаем на Валдай на 10 дней и живем там в лагере, в палатках, в интегративном лагере, где примерно 80 обычных детей и примерно 20 детей с сильными нарушениями развития. Я этим дорожу, потому что я вижу, что у меня никогда не пройдет это ощущение мороза по коже, когда я вижу ребенка с тяжелым ДЦП. Я могу с ним общаться, я могу с ним играть, но, знаете, вот есть это ощущение чисто физическое, очень такое, тебе за него больно. Мой сын смело отнимает у него сушки или делится с ним сушками, он габитуирован, он с детства это видит, я думаю, это очень здорово. У меня случилось там такое приключение в прошлом году, я был начальником группы из пяти детей обычных, я должен был их пасти, подростков. Там была одна девочка, про которую я не сразу поняла, что она необычная. У нее был синдром ломкой хромосомы, Fragile X, причем у ее брата одна такая хромосома, у брата тяжелая слабоумие, он там был. А у девочек 2X хромосомы, и у них бывает очень по-разному, они могут быть почти обычными, она учится в обычной школе. Но пошел дождь, и мы стали сидеть в избушке, и я стал учить их играть в мафию. И тут быстро выяснились ее особенности, что, во-первых, она всегда тут же раскалывается, если ее спросить, мафия это или нет. Ну, если кто-то пошутит, она начинает хихикать и не может остановиться. Она немножко странненькая, то, что в школе бы называлось странненькое. И дети стали ее довольно сильно травить, эти подростки, естественно, как это бывает с детьми. И я приготовился очень серьезно с ними поговорить, прям очень серьезно, после обеда. И я репетировал этот разговор с одной коллегой, который очень опытный, коррекционный педагог. Эти дети, обычные дети, они все либо из семей педагогов, то есть с детства видят особенных детей, либо это старшие или младшие сиблинги, то есть они видят особенных детей. Поэтому, думал я, как только я объясню им про хромосомы, им станет очень стыдно. Они больше никогда так не будут делать. Мне очень понравилось, как мне возразила эта педагога. Она сказала, вы должны ей сочувствовать и быть к ней терпимы не потому, что у нее особая хромосома, а потому, что вы должны быть терпимы и сочувствующими по отношению к кому угодно, как вы хотели бы, чтобы были по отношению к вам. И то, что мы знаем причину, 21 век ставит нас все время перед этой ситуацией, в которой мы ломаем мозг, мы начинаем знать причину. А завтра я узнаю причину, почему тебе плохо дается математика. А завтра я узнаю причину, почему ты чуть ниже среднего роста. Но мы должны принимать людей любого роста не потому, что мы узнаем эту причину. Я иногда оказываюсь, я часто выступаю в школах с детьми, с маленькими, с таким научным шоу. И недавно был в одной школе, где была девочка совсем с серьезными нарушениями развития, и было видно, что весь класс относится к ней как к младшей сестренке. И видно, что это страшно полезно для них, очень здоровая и очень хорошая вещь. Основной силой, которая сопротивляется присутствию таких детей в классах, являются, к сожалению, родители. И это наша очень важная функция, как учителей естественных наук, учителей биологии, особенно в школе, это мы встанем на родительском собрании и объясним им, что это не заразно. Они боятся, что это заразно. И они боятся, что если у ребенка особенная дикция, то все вокруг начнут так говорить. Или это тоже ерунда полная. Или что из-за того, что учитель должен на него тоже ориентироваться, он снизит планку, интеллектуальную планку там в классе. Но в 21 веке, мне кажется, мир приходит все больше к тому, что наша задача не в том, чтобы напихать в них вот этот максимальный объем знаний, сколько дать им всякие очень важные социальные навыки, один из которых, это, конечно, навык сотрудничества. И это важнее всего. Мне кажется, что если эти дети в детстве получат этот прецедент и опыт поддержки такого ребенка, это гораздо важнее вот того упущенного какого-то еще кусочка, который мы все равно упустим, потому что мы все равно за всем этим не угонимся. Так я для себя решаю этот вопрос. Может быть, есть какие-то еще комментарии. Я просто наблюдала, как я свою внучку там отходила в школу, и приходили эти автобусы, и из них выходили эти дети, воспитатели. И терпимость идеальна просто у детей, у взрослых, этим детям. Поэтому они этот вопрос решили. А мы не готовы, мы не готовы, потому что наше общество не готовы. Потому что наше общество не готовы. Может быть, это очень нам кажется? Можете начать? Нет, я вижу сейчас, что, может быть, мы больше должны быть готовы, чем сейчас. А у меня вопрос вот еще какой-то. Вопрос, касающийся алкоголизма. То есть алкоголизм бывает наследственным, алкоголизм приобретен. Если я в Америке не сразу, за пять раз, не видела ребенка с банкой пива, и там вообще недопустимые вещи. Потребность наших детей, потому что 12 лет девушке, курение, алкоголизм. Я не знаю, я не умею, я не знаю, как мне говорится. Детям я, конечно, не знаю, с точки зрения, может быть, этики, там, эстетики. Но мне хотелось бы как раз услышать, может быть, как с ними говорить с точки зрения генетики. Спасибо. Я хочу поделиться одним трюком, который касается курения, который как-то фантастически работает. У меня нет трюка про алкоголизм. В остальном понятно, что гораздо страшнее для нас, для нашего общества это наркотики. Алкоголизм тоже очень страшен, конечно. Но просто ясно, что это все в такой доступности, так близко вокруг, что уберегутся только какие-то очень... Ну, это не что-то, что мы можем объяснить на уроке. Мы не можем этому сопротивляться таким способом. Это драма, с которой общество должно иметь дело на каком-то совершенно другом уровне. Но если мы сейчас говорим про учительские приемы и трюки, то у меня есть один трюк, касающийся курения. Дело в том, что курение убивает, как мы с вами знаем. И в общей картине смертности от курения 15% занимает рак легкого. Рак легкого вообще очень редкий рак в популяции. И им болеет мало людей. Почти все, кто им болеет, это курильщики. 85% курильщиков умрут от другой причины и не доживут до рака легкого. Они умрут раньше, потому что курение очень сильно повышает риск сердечно-сосудистых событий, инфаркта, инсульта и гангрены. Но с раком, поскольку все боятся рака, с раком есть очень интересная вещь. Хотя это, к сожалению, не все. Но это производит впечатление. Рак легкого, как вы знаете, развивается таким способом. Яд, который содержится в смоле. Смола — это очень многокомпонентная вещь. И там есть один класс веществ, которые являются ядами и вызывают с очень большим риском мутации. Мутации ДНК. И вообще-то происходит все время в разных клетках нашего тела. Происходят мутации, их убивают системы безопасности организма, и опухоль не так легко развивается. Но в какой-то момент в легких может возникнуть одна единственная клетка, которая так удачно мутировала, что обходит систему безопасности организма, и из нее развивается опухоль. Это занимает годы. И эти раки часто бывают очень быстро текущими, с очень плохим прогнозом, и это очень уродливая и мучительная смерть. Так вот, выяснилась страшно интересная вещь про это. Яд, который вызывает эти мутации, сделали такой эксперимент. Брали людей, и они курили. И у них был катетер, который позволял каждые 15 минут брать анализ крови. И выяснилось, что профиль этого яда в крови устроен так, что он за 15 минут достигает пикового значения некоторого, вот такого, и очень быстро падает ниже некоторого порогового значения, при котором он может вызывать мутации. Он очень быстро метаболизируется и уходит из организма. Соответственно, есть только какое-то небольшое количество времени, несколько минут, в течение которого происходит эта мутация, после конкретной сигареты. И это, мне кажется, с точки зрения какой-то метафоры, с точки зрения истории, которую мы рассказываем, потрясающе интересно, потому что сейчас, когда мы с вами разговариваем, кто-то выкуривает вот ту самую сигарету. Мы присутствуем при публичной казни. Кто-то умрет, а кто-то выкуривает ту самую сигарету и делает ту самую затяжку, которая дает вот эту пиковую концентрацию. Где-то через считанные минуты после этого происходит мутация, и человек умирает. Через 8 лет после этого. Это русская рулетка. Шанс очень небольшой, но если ты делаешь это десятилетиями и выкуриваешь очень много сигарет, то дальше математики расскажут, как происходит накопление этой вероятности. Но если ты долго играешь в русскую рулетку, то ты обязательно рано или поздно проиграешь. И мне кажется, это очень... Меня просто ошеломило, когда я про это прочитал. Я брал интервью у авторов этого исследования. И это очень интересно, потому что бывает одна конкретная сигарета, выкуренная какое-то время назад. И сейчас, когда ты видишь этого курящего человека, возможно, ты присутствуешь в момент начала этой его смерти. И это довольно интересно. Ну, ясно, что мы все рассказываем про то... Ну, про алкоголь вот что. Знаете, что еще производит впечатление на детей про алкоголь? Вот есть один аспект, которого нет в школьной программе, когда мы говорим про нейроны и говорим про проведение нервного импульса, у нас обычно не хватает времени и силы сказать им про то, как в деталях устроено проведение нервного импульса по мембране. Вот эти работы Ходжкина и Хаксли, за которым дали Нобелевскую премию, на гигантском аксоне Кальмара. Нам очень красивый и интересный механизм, связанный с работой насосов и каналов ионных, как они передают импульс. Некоторые дети любят этот рассказ. Я тогда злоупотребляю их внимание, мы еще трачу 15 минут на этот рассказ. И встает картина нейронов, которые тратят гигантское количество энергии и очень красивого природного механизма, который позволяет проводить нервный импульс, и создавать все время градиент ионов на мембране, который позволяет проводить импульс. Алкоголь, как известно, действует таким образом, что он просто дырявит мембраны. Ненадолго, на какое-то время. И картина того, что вы берете, вот этот красивый очень механизм, просто шапнелью дырявите. Если вы это делаете постоянно, и подолгу возникает нейродегенерация, начинают отмирать нейроны, и вы таким вот уродливым образом просто калечите свою нервную систему, калечите мозг. Это впечатляет. Ну и мне кажется, что те, кто поместили в учебник картинки циррозные печени, я понимаю их логику, они выглядят тоже довольно убедительно. Есть еще другая страшно токсичная вещь для современного горожанина, и это мои дети тоже очень любят, им это очень интересно, и на них сильно очень действует. Самый токсичный элемент окружения, возможно, это не столько наркотики и алкоголи, сколько калории, которые убивают. И человек очень хорошо запрограммирован, очень хорошо приспособлен к голоду эволюционно, и очень плохо приспособлен даже к незначительному ожирению. Жир, который накапливается вокруг брызжеек, так называемый центральный жир, вот не подкожный, который мы можем подвинуть, а центральный жир, невероятно биологически активная ткань. Он испускает так называемые адибы-кины, которые преодолевают хорошо гематоэнцефорический барьер, попадают в мозг, вызывают нейродегенерацию и повышают очень риск инфаркта, инсульта и диабета. Это как будто такая вот бомба, которая живет у тебя в животе. Ну и вот есть эта очень важная и интересная вещь, касающаяся того, сколько калорий в сладкой воде. Дети, мы видим все больше и больше детей с тяжелым ожирением, в основном из-за сладкой воды. Есть эти чудесные стенды, которые вы можете сделать сами в школе, когда вы на стенд прибиваете пустую бутылку из-под кока-колы, баночку из-под спрайт, разные такие вещи, и на весах вместе отвешиваете, прочитав на банке нужное количество сахара и помещаете его в прозрачный пакетик рядом. И вы видите, сколько это сахара. Никто не станет просто ложкой и так есть сахар. И я посмотрю вместе с ними чудесный фильм, который называется «Super Size Me». Его можно всюду найти в торрентах, в ютубе. «Super Size Me». Про то, как один документалист, вы, наверное, слышали про него, про то, как один документалист. В США, когда две девочки, 19-летние, подали в суд на Макдональдс, сказав, что они находятся в смертельно опасном состоянии из-за того, что они каждый день ели в Макдональдс. А им не было смертельно опасное ожирение, они были инвалидами. И Макдональдс должен предупреждать, что эта еда смертельно опасная, есть ежедневно каждый день. И судьи сказали, что мы не выкинем это дело из суда, мы будем его рассматривать. Если кто-то докажет, что, в принципе, по-моему, месяц подряд есть в Макдональдсе, может угрожать здоровью, он стал месяц подряд есть только в Макдональдсе. И он заказывал, там есть такой трюк, сверхбольшая порция, ты платишь еще чуть-чуть, и тебе за это делают «Super Size». И по-английски это звучит, ты заказываешь обед, говоришь там «Full Meal», и вы спрашиваете «Super Size», говоришь «Yes». И его фильм назывался «Super Size Me», «Увеличьте меня». Он соглашался на «Super Size», только если ему предлагали. Имея в виду, что человек, который не знает, соглашается. Ну и там кошмар с ним полный случился, это очень впечатляет, действительно. И мы смотрим этот фильм. Нет вопросов. Хочется сказать, что французы сделали вилку, которую они сейчас продают. Конечно, французы с их идеалами еды и очень медленные, вдумчивые в отношении к еде. Они сделали вилку, которая из сенсора, и она, если ты прорежешь еду в рот, и начинаешь ее жевать, то она знает, сколько прошло времени. Если ты пытаешься в следующий кусок сунуть раньше, то она начинает вибрировать. Напоминает тебе, что еще не пора. И ты можешь медленно есть. И у меня пока нет такой вилки, но я обсуждал это с детьми, и мы решили, что если вилка будет просто чистой, и ты сделаешь три вдоха и выдоха с пустым ртом, и посмотришь на чистую вилку, то это будет очень необычный опыт, потому что выясняется, что тарелку еды ты ешь 20 минут. И если так поделать несколько дней, то немножко меняется отношение к этому. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.